В Ак-Тубе устраняют последствия урагана. В трех квартирах, где башенный кран снес балконы, начаты работы по их восстановлению. Параллельно с этим на объекте работает независимая комиссия. Как выяснили специалисты, три соседние квартиры тоже пострадали. Пол и стены на балконах постепенно рушатся. Их владельцы ждут заключения экспертов. В этот момент как раз падение суда рвануло. А суда такой грохнуло, чуть стена не вводила. Серик Жусупов показывает трещины на лоджии и разбитый кафель на полу. Все это последствия удара строительного крана, который снес соседские балконы. В тот день престарелая мать мужчины находилась дома. Она закрывала окно на балконе, когда дом будто покачнуло. От испуга 80-летняя пенсионерка упала на пол и с трудом заползла в комнату. Вчера проверили, спичинка не провалила. А сейчас вот такая проволока уже, сантиметр 20 уже проходит туда. Это полчаса уже вкладка, а с той стороны кирпичи уже вышли. Ну, вкладки полностью. Хозяева еще двух квартир пожаловались на многочисленные трещины. От падения крана в этом доме пострадали шесть квартир. Сегодня жители не рискуют выходить на балкон и ждут заключения независимой экспертизы. Эксперты уже приступили к работе и занимаются обследованием квартир. В данное время все застекления восстановлены. Привлекли независимый эксперт. Полностью должен дом обследовать, балкон обследовать и должен дать заключение по дальнейшему эксплуатации. Параллельно проект не стоит делать на балкон проект. День-два должен быть уже проект готов. Эксперты сегодня, если будут готовы, будем исходить с того, как заключение эксперты сделают. В общей сложности в Акимат-города после урагана поступило более 20 заявлений от жильцов. Так, в строящемся микрорайоне Бат-Ис-2 пострадали два дома. Во дворе еще одного ветром снесло навес для автомашин. Его восстановлением займется КСК, обещают местные власти. Между тем, как предотвратить подобные ситуации, размышляют в филиале КАЗ «Гидромета». Датчики показывали, что скорость ветра в тот день не превышала 18 метров в секунду. Хотя очевидцы утверждают, что ветер был в несколько раз сильнее. Синоптики предполагают, что ураган прошел полосой. Ветер бушевал наверху, а наша станция расположена в низине, на земле. Поэтому мы не можем дать точные данные о скорости ветра в тот день. Город растет. Мы считаем необходимым разместить станции в нескольких частях города. Тогда у нас будет объективная картина, и мы сможем предупредить жителей в случае опасности. Пока специалисты подсчитывают общую сумму ущерба от прошедшего урагана, природа продолжает преподносить сюрпризы. Аксюбинцев через СМС-рассылку предупреждает об аномальной жаре. Столбик термометра несколько дней уже поднимается до плюс 43 градусов.